Микрофон следующим спикетерам, которым мы всегда затаив дыхание слушаем. Их школы, каждое слово этих людей выверено, наполнено практическим опытом, которым они щедро делятся. Ну, безусловно, это профессионалы, это специалисты по работе с продуктом и бизнес-возможностями компании. С огромным уважением, признанием передаю микрофон ведущим вип-консультантам Армении, лидерам мнения Сильва и Георгий Мурадов. Но не могу не сказать, потому что есть еще один человек, благодаря которому мы имеем возможность еженедельно встречаться на этих вебинарах, обмениваться мнениями, результатами, обучаться. Это, конечно, Наталья Скачилова. И Татьяна Лученкова и Наталья Скачилова, они, по-моему, неразделимы. Это одно целое. И я хочу, давайте мы вместе с вами поблагодарим Татьяну за новости, Наталью Скачилову, вот этих двух лидеров, лидеров мнений, лидеров компании за наши праздники по четвергам. Давайте поставим смайлики, восклицательные знаки, плюсики, поаплодируем виртуально и выразим нашу благодарность этим лидерам. Я тоже поставлю восклицательные знаки, друзья. Вот, Татьяна, Наталья, ловите это все для вас. Мы аплодируем и благодарим вас за эти вебинары. Но сегодня уже вот Татьяна рассказала, что начался тур. Да, тур прекрасный, он идет по странам, городам. И я очень счастлив, я горд, даже сказал бы, что начался этот тур в Ереване. Поэтому прежде чем начать сегодня тему, я хотел бы рассказать немножко об этом событии, которое прошло у нас 18 числа. И, конечно, прежде всего я хотел бы поблагодарить, вы знаете, такой респект, уважение, большое уважение. Это команда, которая приехала к нам в Ереван из Донецка. Это команда Донецка Coffee Sell, лидеры. Это Ольга Сочнова, это хочу поблагодарить Марину Кузнецовой. Это Ирина Миняйленко, это Светлана Демченко. Эти люди приехали, вы представляете, полторы сутки пересадками на машине. Откуда с Донецком? Вы понимаете, какая ситуация? Вот это лидер, вот сегодняшняя тема лидерства, вот они настоящие лидеры. И, конечно, хочу отдельно сказать спасибо, это наш лидер Coffee Sell в Армении, Май Саребековой. Потому что они помогли, они очень большую работу сделали, они внесли свой вклад для того, чтобы наше мероприятие прошло профессионально и на высоком уровне. Да, вот, конечно, какие молодцы. Действительно, ну, я восхищаюсь этими женщинами, но действительно, вот, слов нет. И сначала я хотел бы немножко рассказать, ну, как у нас проходило. Вы знаете, в самом центре Еревана, на центральной площади республики, пятизвездочный отель. К обеду начали собираться гости, партнеры. И при входе в этот прекрасный пятизвездочный отель, зал вообще был шикарнейший, да, нас уже встречали на регистрации. И знаете, с чем нас встречали? Нас встречали уже с нашим новым сайбер-органом. То есть этот напиток новый, энергетик, он сразу зарядил всех. Всех. Мы получили такой мощный энергетик, такой мощный заряд. Ну, а когда уже в зал зашли, там уже была совершенно другая атмосфера. Мы заряжались там уже эмоциями. Все были прекрасные спикеры. Конечно, я хочу отметить, конечно, всех спикеров. Как выступали профессионально, высоко профессионально выступали. Ну, особо хочу отметить двух лидеров. Двух лидеров особо хочу отметить. Это вот Ирина Минябенко и Светлана Гемченко. Потому что эти высокой квалификации, бриллиант. Она прекрасно преподнесла, что и зачем нужны наши паки. Для чего они нужны. Ирина прекрасно преподнесла продукт. Продукт кофе сел. Отличный. Ну, просто вот уже там уже в зале, которые пришли первый раз, они просто уже хотели взять и начать употреблять. Да. Я рассказал о философии Project V, о продукте Project V. Но самые большие слова благодарности, самый большой респект я хотел бы выразить вот этим людям. Это, конечно, амбассадор проекта кофе сел и Project V, Анна Саруханян. Она превосходно представила все проекты Нарека, Сараканяна. Она превосходно представила самого нашего президента Нарека, кстати, по совместительству своего сына. Да. Прекрасно представила. Ну, а Нареку хочется просто сказать огромная благодарность, потому что благодаря нему вот идет этот тур. Идет замечательный. Энергетика такая. У нас в Ереване давно не было таких мероприятий. Зал не вместился. Мы рассчитывали, ну, где-то на 100, 90-100 человек собрать, да. Но у нас было 130, просто все желающие не вместились. Но нам будет урок, теперь в следующий раз будет 200 залов. А может и на большее количество возьмем, да. Но вот это превосходно прошло все. Знаете, когда все тренинги закончились, пригласили всех на дегустацию нашего чая и кофе с императорским женщином. Но потом нас снова пригласили в зал. А зачем, как вы думаете? Потому что была лотерея, разыграна лотерея. И счастливчики, которые выиграли, получили спонжи, получили крема. Но самое удивительное другое, что те, которые не выиграли, ну, они тоже не остались без подарка. То есть на выходе, когда уже все закончилось и выходили все из зала, каждый получил пакетики там чая или кофе с императорским женщином. То есть все гости наши и наши партнеры ушли с подарками. Это был незабываемый праздник. Это было потрясающее событие, друзья. Это были лидеры. И, кстати, тема-то лидерства в Project V, да, еще хочется одного человека отметить. Просто не могу не отметить, да. Конечно, это человек, я даже не знаю, как назвать этого лидера. Человек везде успевает, человек, планеты человек, везде. Это Светлана. Это наша... Она опоздала немножко, знаете. Она так переживала, она звонила, она такси взяла специально, такси ее закрутил, закрутил, не в тот отель повез. Все-таки в конце, в конце она успела, она в конце все-таки успела. И после нас она еще успела в Санкт-Петербург. Но это просто потрясающий, потрясающий лидер. Я хочу выразить всем благодарность, всем гостям, всем те, которые организовали. Нашим менеджерам обязательно хочу выразить благодарность. Благодарность нашему бухгалтеру и нашему директору по совместительству, нашему товароведу, всем-всем-всем, Алику нашему, нашему Ашоту. Они сделали огромную работу. И старт получился на славу. Действительно, мы задали такой тон, что теперь и в Санкт-Петербурге, и в Казани, я думаю, он пройдет... Прошел уже, вернее, не менее прекрасно. А я хотел бы еще спросить. В этой комнате, наверное, есть люди, которые уже были на подобных турах? А может, были последний раз в Питере или в Казани? Есть такие люди? Поставьте плюсики, кто уже был на подобных турах. Я хочу посмотреть. Потому что это заряд энергии. Это действительно потрясающее мероприятие прошло. А наша тема сегодня, она напрямую касается именно тех людей, которые сегодня организовывают такие мероприятия, которые задают тон, которые поднимают наш бизнес, команду, нашу компанию поднимают. Это лидер и лидерство. Давайте сначала посмотрим в общих чертах, что такое лидер. Кто такой лидер? Это ведущий. С английского это ведущий вперед. Это первый, то есть всегда он впереди, он всегда номер один. Лидер это лицо, которое в какой-то группе, в какой-то команде имеет огромный авторитет. И он, именно он влияет в хорошем смысле на эту команду. Но как влияет, это очень важно. Он влияет именно своими действиями. Не словами, нет. Он влияет на команду. Проявляет именно в действиях. Лидер это человек, способный принять решение. Да. И лидер это психология этого лидера, это психология победителя. Это однозначно. Он всегда идет вперед, он всегда достигает своей цели. И, как правило, его личные качества, мы будем сегодня говорить еще о многих качествах. И кто хочет стать лидером, я думаю, он подчеркнет для себя. Кстати, когда я готовил эту тему, я очень много подчеркнул для себя. Над какими качествами и как еще надо поработать. Вот, но прежде всего, я хотел сказать, это, прежде всего, это уверенность в своих силах, в собственных силах. Это способность сделать окружение, создать. А это, кстати, то, что нам нужно в нашем бизнесе. Уверенным быть и создать окружение. И, в общем, если мы говорим, что такой лидер, где бывает лидер, какие бывают лидеры. Вот здесь показано, я сейчас возьму указочку. В принципе, лидер – это и в государстве есть лидер, правильно? В спорте есть лидеры, он вышел вперед, он лидер. Там, где больше людей верят человеку, он лидер. Но он может как-то создать окружение какое-то. Он успешный по жизни, он тоже лидер. Но если взять вот эти все лидеры, есть одно очень важное качество. Первое, что, в первую очередь, что нужно, чтобы вот здесь везде быть лидером – это, в первую очередь, это человек, который, внимание, взгляд, научился контролировать, мотивировать и направлять кого, как вы думаете. Правильно, он самого себя. Именно мы опять начинаем с того, что мы себя должны начать, любимого. И, конечно, свои цели и задачи. Выполнять именно свои цели и задачи. И я хочу вот сказать, что когда мы начинали с Сильвой, да, ну, я выходил в зал, первый раз попадали мы на презентацию. Я видел там, как выступают на сцене. Я обращался к Сильверу Адару Манчу. Это что такое? Это как он выступает? Ведь это прямо лидер, он именно какой-то супермен. Я постоянно задавал вопрос, а кто меня научит? Можно ли меня научить? Вот так. И вообще, возможно ли мне? Кто меня научит быть лидером? Я тоже хотел таким быть суперменом. Наверное, каждый из нас хотя бы раз мечтал, да, любой человек, вот стать лидером каким-то таким, чтобы за ним пошли люди. Чтобы он мог создать команду. Я тоже хотел, но я задавал вопрос. А кто меня научит быть лидером? И вообще, возможно ли стать лидером с нуля? Почему с нуля? Да потому что я 10 лет не выходил из дома. Инвалидность, вторая группа, эпилепсия. Какие только лечения не были. И вдруг человек, который 10 лет не выходил из дома по причине инвалидности, говорят, ты будешь лидером. Да какой лидер? Как может быть? Я говорю, наверное, эти люди, у них что-то врожденное было. Им, наверное, это дано с рождения. И знаете, что мне ответил? Да, суперменам, если спросить, кто хочет быть лидером, все поднимают руку, буквально. Но, опять-таки, вопрос. Я сейчас хочу именно обратиться к тем, которые у нас недавно начали бизнес, которые у нас сегодня присутствуют первый раз, наши гости. Наверняка они тоже задают вопрос, а лидером рождаются или становятся? И вот, как вы думаете, друзья, ну-ка, давайте, помогите мне. Если вы считаете, что лидером рождаются, поставьте единичку. Если вы считаете, что лидером становятся, поставьте двоечку. Вот двоечка, пошли. Вот Татьяна, Наталья, спасибо, Ольга. А, и так, и так считается. А, то есть можно и родиться лидером, вот Ольга считает, можно и стать лидером. Ну что ж, окей, нормально. Но вот все люди рождаются с равными способностями. Ну, знаете, я сейчас хочу объяснить одну важную вещь. Когда я готовил эту тему, я вот для себя подчеркнул очень важную вещь. Знаете, вот по сущности все рождаются с разными способностями, но освоить навык чего-то, да, и развить его – это две разные вещи, друзья. Это, знаете, вот можно навык освоить, да, музыкой научиться играть, можно кто-то научиться рисованием, да, он будет рисовать. Но если человек действительно способен, рождается способностями, да, вот как действительно Ольга вот подсказала, правильно подсказала, то он это освоит легче гораздо, он быстро это освоит, он будет красиво рисовать, он будет свой навык усовершенствовать. А кто-то тоже будет усовершенствовать, он тоже дойдет до этого же уровня, но только гораздо дольше ему понадобится. Ему надо будет напрягаться, ему надо будет прикладывать больше усилий, но он тоже дойдет до этого навыка. И теперь, знаешь, что же получается? Получается то, что лидерам, это не искусство, понимаете? Нет, это не искусство. Вернее, это искусство, но это не наука. Вот что я для себя подчеркнул. То есть научиться просто сидеть, читать книги, слушать вебинары, как стать лидером, это ничего не даст. Это как искусство, его надо постоянно усовершенствовать. И только лидер, лидер, но не только рождается, да, может и рождается, но не только рождается, но и становится. Любой человек может стать лидером, и теперь я уже могу это смело сказать. Но только при оговорке, конечно. При должном упорстве, при стремлении и, конечно, при желании, если человек это хочет. Знаете, если есть желание, я сегодня всех поздравляю. Потому что мы в нужном месте, в нужное время, и у нас есть все, что не делается, все к лучшему, друзья. Только терпение, главное, друзья, терпение. И если кто-то в чем-то еще сомневается, то терпение это ключ к победе. И еще важный момент, чтобы стать лидером, надо постоянно работать над собой, над своими целями, над своей мечтой и над своими целями. Это как бы аксиома, она не требует доказательств и пояснений. Лидер не тот, кто просто управляет людьми. Знаете, это для начальника подойдет, для босса формулировка подойдет. Но мы, нет, у нас совершенно другое. Знаете, вот когда говорят, кто такой начальник босса? А это тот, кто вызывает страх, и ему подчиняются. А кто такой лидер? Это тот, кто заслуживает уважения и вызывает у людей уважение. Это огромная разница. И тут иногда люди начинают путать и попадают в ловушку. Ну вот, начальник кто? Он говорит, давай, иди и делай, быстро, быстро, давай, иди, беги. И человек бежит. Лидер так не скажет. Лидер знает, говорит, я тебя научу, я тебя подскажу. Побежали вместе, я тебе покажу. И, конечно, начальник использует людей. Босс, он использует людей. А лидер? Что делает лидер? Настоящий лидер. Если мы с вами считаемся лидерами, мы развиваем людей. И это так. Мы растим других лидеров, мы открываем у них свои таланты, свои способности. Это огромная, большая разница. И еще, в отличие от начальника, если мы хотим стать лидерами настоящими, вот здесь тоже многие попадаются. И я попадался на крючок, и я здесь тоже делал ошибки. Знаете, когда мы хотим стать настоящим лидером, да, мы должны не управлять, мы должны максимально сосредоточиться на результате. Да, мы должны помогать людям, мы должны довести до результата. И здесь бывает ловушка. Не знаю, кто-то, может, тоже попадал. Я попадал, честно скажу, да. Потому что лидер не должен становиться нянькой. А я становился иногда. Да, потому что как-то жалко новичка стало. Вот вроде бы подсказал, научил. А лидер? Если настоящий лидер, да, он ставит задачи, обязательно ставит задачи. Он учит ответственно относиться к своему делу, и это обязательно. Человек должен понимать, что он ответственный за свой бизнес. Конечно, он подсказывает, он направляет. Но делать-то должен все сам партнер. А мы иногда и допускаем ошибочку, и сажаем на шею. И все. И никакого не будет нового лидера. Просто этот человек может так, так, да и потом уходит. А лидер он должен воодушевлять. Он должен давать энергию, чтобы у человека было желание. Вызвать желание и любовь к действию. Вот это настоящий лидер. Итак, лидер это не просто супермен. Нет, конечно. Конечно, он супермен, но он не просто. И вот эти все качества, о которых мы сейчас будем говорить, друзья, да, они нужны не только для того, чтобы вдохновлять других людей. Это нужно. Но главное для лидера, это нужно для того, чтобы он сам оставался успешным. Чтобы у него внутри была мотивация, чтобы он знал, что он хочет, куда идет, ради чего он это делает. Вот если он сам делает так, чтобы он становится мотивированный и успешный, это настоящий лидер. И вот я нашел, тут мы еще будем много о качестве говорить, но вот эти три, сочетание вот этих трех качеств, я считаю, он просто для настоящего лидера. Потому что, например, смотрите, скромность, уверенность и интеллект. Согласитесь, скромность и уверенность, она немножко так сочетается не очень интересно. Не каждый может сочетать эти качества и быть и скромным, и в то же время очень уверенным. И интеллектуальный человек, конечно, должен быть. И вот об этих качествах и других, о которых мы сейчас будем говорить, психологи утверждают, 80% людей, 80% людей, они мечтают, они мечтают об этих качествах, чтобы иметь эти качества. А зачем? Чтобы занять место босса, не босса, а лидера, вот этого супермена, так сказать, занять место. Но лидер тот, кто... Почему вот 80% мечтают, но занять-то не могут? Только в мечтах и остаются. Ну, здесь много причин есть. Например, лидер это тот, кто держит в руках общее настроение, это точно. Лидер, кто создает эмоциональную атмосферу. Вот когда лидер заходит в какую-то комнату, а там атмосфера не та, он заходит, начинает, и атмосфера меняется сразу. Вот когда мы заходили в зал, там были лидеры, и вся атмосфера менялась в этом зале. Потому что лидеры задавали том. Конечно, лидер это тот, кто прежде всего, да, он себя воспитывает. Он воспитывает себя, он учится. Он ставит цели и приоритеты. Опять-таки это говорят, ну кто, кто, почему опять тема цели? Да потому что это главное. А многие не понимают это и не хотят сегодня говорить, а что я буду расписывать эти цели, я и так знаю, что я хочу. Нет, друзья, так лидером не становится. И теперь 10, ну, на мой взгляд, таких самых важных навыков, которые надо усовершенствовать, у нас они есть, друзья. Вот еще один важный момент. Мы знаем о них, у нас, возможно, они есть. Но где-то, может, мы не до конца усовершенствовали вот эти основные качества лидеров. Итак, первое, выдержка. Нужно учиться, сдерживать себя. Значит, нужно быть, самообладание нужно иметь. Вот, а что такое самообладание? Это щит, это ваш щит личности. Если у вас есть самообладание, тот, кто как бы не раздражал вас, да, вот если вас раздражают, да, вы никогда не должны выходить из себя. А, кстати, в нашем бизнесе очень часто бывает, особенно поначалу, кто-то начал спорить, кто-то начинает возражать, и ты выходишь из себя. И мне еще одно выражение очень понравилось, да. Вот самоконтроль – единственный способ выжить в этом мире. Единственный способ выживать в этом мире. Вот. Извиняюсь. Да, в мире идиотов. Потому что действительно идиотов хватает. И вот самоконтроль – это среди идиотов можно выжить. И, конечно, самообладание. И следующий пункт, ну, как бы, выходит второй – тактичность. Вот так нужно иметь. А что такое тактичность? То есть, тот, кто обладает чувством такта, его называют шестым чувством еще, шестое чувство, да, никогда не будет назойлив, он никогда не будет навязчив, он никогда не будет шутить ни в попад, он не будет такой, чтобы он надоедливый будет. Нет. Вот именно тактичность в нашем бизнесе, вежливость – это основа удачных отношений. Если вы вежливы, тактичны, все, отношения будут налажены. Как в жизни, так и в бизнесе. А наш бизнес – бизнес отношений. Значит, именно это качество нужно идеально усовершенствовать. Этот навык, если у вас есть, конечно, у нас есть у всех этот навык. Но вот довести его до совершенства, наверное, не мешало бы. Скромность. Ну, я думаю, что мы все скромные, да. Но самый скромный человек никогда не стремится показать себя лучше, лучше других, умнее других. Он не становится таким, чтобы вот… Он не требует для себя каких-то привилегий определенных, да, дополнительных услуг. Я сейчас хочу оговориться, знаете, вот сейчас кто-то подумает, как это не требует, если я большой лидер. Да, если я большой лидер. Если я большой лидер, и мне предлагают по моему рангу какие-то привилегии сидеть в VIP-партнере, там, или мне дают там VIP-место в самолете, или там еще что-то. Мне предлагают какие-то, как сейчас Татьяна же рассказала, да. Это привилегии. Но сам настоящий лидер, он не будет этого требовать, потому что он заслужил это, и ему это предоставят на тарелочке с голубой каемочкой, так сказать. Доброта и скромность – вот два качества, которые никогда не должны утомлять человека. Это шотландский писатель сказал, да, Стивенсон, Роберт Стивенсон. Действительно, эти качества никогда не утомляют людей. Четвертое – это чувство, это чуткость. Чуткость – это хороший лидер, он всегда уважает партнера. Он всегда относится к определенным отношениям. Чуткость – это способность видеть состояние другого человека. А это для нас, ой, как важно. Если мы хотим строить этот бизнес, хотим стать лидером, состояние другого человека мы должны четко видеть. Это сопереживать людям обязательно и оказывать поддержку. Вот это и есть чуткость, вот это навык, который тоже надо развивать. У нас у всех есть чуткость, а может, где-то нам и не хватает его. Чуткость – это моральное качество человека, характеризуясь отношения к окружающим. И вот этот, вот еще один важный момент, где тоже, к сожалению, попадаем в ловушку. Попадаем. Это самокритичность. Вот один важный момент, на котором тоже хочу остановиться. Умение объективно оценивать собственные действия. То есть умение ты трезво оценивать не только свои успехи, но и неудачи. Это не надо искать там, значит, виноватых, там, где есть признать свои ошибки. Мы часто ищем виноватых, согласитесь. Вот я, когда разговаривал с группой, которые приехали с Донецка, да, партнеры наших офисов, да, я поразился. Вот я, когда с ними разговаривал, никогда никого не обвиняют. Они не обвиняют никакие обстоятельства, они не обвиняют никаких людей, никакую экономику, ничего. Вот настоящие лидеры, да. И самокритичность, это такая вещь, когда мы действительно должны на себя со стороны посмотреть. Если мы обладаем свойствами критичности, мы обязательно увидим свои поступки, свои действия как бы со стороны. А это очень важно, на себя посмотреть со стороны. Восточная мудрость гласит, истинный друг не тот, кто вас постоянно хвалит, да, а тот, кто нас, вас заслуженно порицает, только заслуженно, да. И вот стать таким другом, суровым судьей самому себе, одна из основных, как бы, целей самовоспитания. Но, здесь я тоже хочу оговориться, не надо себя вот постоянно плетью бить, да, так, порицать, там, самобичеванием заниматься. Нет, нет, ни в коем случае, это нельзя делать. Но признавать свои ошибки, видеть себя со стороны обязательно лидеру надо, обязательно, чтобы потом не допускать эти ошибки. И чтобы не допускали подобные ошибки ваши партнеры, это обязательно, это качество очень важное. Вот это тоже вот такое вот качество, которое трудно, очень трудно до конца понять. И, вернее, до конца навык отшлифовать. Требовательность. Вот посмотрите, требовательность, да, наладить работу внутри коллектива, внутри нашей группы, внутри нашей команды, контролировать обязательно, контроль поставить, чтобы все задачи были вовремя сделаны. И вот тут, вот знаете, когда мы говорим, что у нас нет начальника, нет подчиненных, а люди, наша главная ценность, компания открыта для людей, ради людей, правильно, мы же так всегда говорим, да. И тут же мы, когда мы говорим, ну, надо требовать, и тут мы становимся немножко мягче иногда, да, не так требовательны. А вот великий Макаренко, он что говорит? Как можно больше уважения к человеку, внимание, давайте, очень глубокая мысль, да. Как можно больше уважения к человеку, как можно больше требовательности к нему. А как это сочетать? Ой, да, 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 это очень непросто, друзья. И здесь нам, как лидерам, если мы хотим быть настоящими лидерами, вот надо его отшлифовывать, надо доводить до совершенства вот этот навык требовательный, чтобы баланс был, чтобы не перегнуть. Да, мы, если будем слишком уж требовательны, это тоже не то, потому что у нас нет начальника, мы говорим. Ну, здесь я не буду долго останавливаться, конечно, должно быть равенство, не должно быть любимчиков, я встречал тоже в нашем бизнесе такое, что вот к этому хорошо относятся, а к этому нет. Да, другое дело, если он лентяй, ничего не делает, это другое дело, не надо на него время тратить. Но если человек работает, если он также активен, да, и тут начинается разделение, все, внутри команды начинается бардак, внутри команды начинается недопонимание, внутренние конфликты начинаются, команда разваливается, равенство в команде должно быть. Инициативность, ну, тоже тут нечего говорить, лидер, он всегда новатор, он должен всегда вести вперед, он должен задавать темп, он должен постоянно предлагать что-то новое, интересное. Ну, и здесь, я думаю, у нас как раз-таки такие лидеры и находятся, которые постоянно задают тон, они постоянно зажигают. Вот, например, когда Татьяна Лученкова говорит о новостях, уже все, хочется все бросить, бежать и начать делать эти промокшены. Вот это настоящий, вот это настоящий лидер, он зажигает, ну, и, конечно, понятно. И девятый, ой-ой-ой, целевустремленность, ну, вот опять я, опять 25, о целях, да, говорить, ну, а как же, а как мне говорить о целях? Это человек, который настроен, активно, он активно работает над своими целями, такой человек точно знает, что хочет, ради чего, куда он идет, за что он борется, а это, ну, это неотъемлемая часть лидера, это главная, наверное, я считаю, это главнейшая часть. Как говорит мой наставник, Севера Романа Чумаков, если ты знаешь, зачем, почему и ради чего, если у тебя не «хочушка», а большое «хочу», все, у тебя все получится. И, конечно, ясность ума для лидера, это очень важно, она помогает определить ту же самую цель, это ясность ума. И еще должна быть сила духа у лидера, да, который помогает достичь этой цели, то есть ясность ума и сила духа, и мы приходим к нашей цели. Позитивный настрой, ну, я здесь хочу отметить мой личный опыт, да, после болезни, после операции в Москве, после того, как мне сказали, что уже все, что могли сделать, я очень долго не выходил из дома, порядка, наверное, 9 лет, 9 лет я вообще не выходил из дома, да, и мне тогда посоветовала одна пожилая женщина, что вот если ты в таком состоянии, да, ты постоянно себя бичуешь, что так уже плохо, уже все закончилось, уже нет ничего, у тебя трое маленьких детей, а ты не думаешь о хорошем, и она мне посоветовала, ты должен постоянно позитивить быть, а как позитив, если из дома не выхожу, у меня постоянные проблемы со здоровьем. И она мне посоветовала одну вещь, заниматься аффирмацией, и знаете, это помогает, это здорово, это, знаете, медитацию не каждый может делать, но аффирмация, это золотая вещь, ее может делать каждый, и вот, например, что такое позитивный настрой, это 50% успеха, если вы передаете этот позитивный настрой своим группам, если бы лидер, все, ваша команда, она уже на 50% успешна, а чтобы это сделать, нужно самому быть позитивен, ну и вот тут я предлагаю вот такие фразы, она очень помогает, то есть я могу, я это обязательно смогу, я достигаю, я достигну этого, да, я достойен этого, у меня все получится, и у меня все выйдет так, как надо, я это обязательно добьюсь, я это обязательно сделаю, я это смогу, и вот этот позитивный настрой, вот эта аффирмация, вот эта сила, которую вы внушаете себе, она передается и вашей команде, и настоящий лидер, он обязательно, постоянно в позитиве. Теперь вот все, мы знаем, да, а теперь вопрос опять, а сколько времени надо, чтобы вот этими всеми навыками, не просто овладеть, а еще усовершенствовать их надо же, да, как мы поняли, да, что это, что это, что это не наука, которую надо выучить, это искусство, над которым надо работать, так что, сколько времени надо, опять-таки, все зависит от вашей цели и устремленности, от вашего упорства, но, пять правил, теперь давайте поговорим, какие нужны пять правил использовать, чтобы овладеть этими навыками, и усовершенствовать этими навыками, я думаю, это важно, итак, первое, берите ответственность на себя, но это факт, с чего, собственно, и начали, все начинается с себя любимым, настоящий лидер никогда, никогда не будет обвинять обстоятельства экономики, кстати, об этом я только что сказал про этих женщин, да, вот действительно, они не будут рынок обвинять, настоящий лидер не будет политику в рынок обвинять, других людей не будет обвинять, нет, он берет удар на себя, и это первое правило, это первое правило, что должен знать лидер, вот, но, но когда успех, когда получается, что уже все вышло, и команда выходит вперед, команда становится лидером, каких-то соревнований в чем-то, лидер не будет присваивать это все себе, он скажет, это благодаря моим лидерам, это благодаря моей команде все классно получилось, вот, наверное, вот эта причина, одна из причин, почему многие не становятся лидерами, знаете почему? Потому что немногие готовы на такое самопожертвование, вы представляете, да, берешь ответственность на себя, двигаешь вперед, все разрабатываешь, да, это все делаешь, а потом говоришь, а это не я, это они, они мне помогли, вот это настоящий лидер, и в тот день, когда вы полностью берете ответственность за себя, вы когда не будете никаких принимать оправданий, никаких оправданий, ни за политику, ни за что, ни за рынок, ни почему там, почему-то нет продукта, нет, вот тогда вы пойдете к вершине, вот только тогда вы станете лидером, и вы добьетесь того самого успеха, о котором мечтаете, и второе правило, развивайте коммуникабельность, вы знаете, для меня это было очень сложно, потому что я был очень замкнут, ну, 10 лет практически я не выходил из дома, да еще причина эпилепсии, и когда мне сказали, что я должен быть коммуникабельным, то есть это, а это визитная карточка, это наша визитная карточка, коммуникабельность, это мир современного бизнеса, без этого никуда, мы хотим бизнес строить современный, мы должны обязательно стать коммуникабельными, я спрашивал, ну как, как это возможно, я помню, когда меня учили делать первые холодные контакты, надо уметь вступать в контакт, сказали, мне сначала, ну это стыдно, это как-то нелобко, да, ну это прекрасно, прекрасно, я понял потом, я понял потом, насколько это здорово, уметь вступать в контакт, ведь это тренинг, я понял, что я личностно расту, я профессионально расту, вступить в контакт, это тренинг личностного роста, это точно так, умение задавать вопросы, вы знаете, есть такое хорошее выражение, от качества заданных вами вопросов, зависит качество вашей жизни, и это точно так, И вот когда действительно в этой компании, чтобы стать лидером, лидерство в Project 2 и учит этому, вступать в контакт, задавать правильные вопросы, умение вести разговор, да, как ни странно, этому тоже здесь учат. И навык этот надо усовершенствовать ежедневно. И вот еще очень важный момент. Умение услышать и понять, что имел в виду партнер. То есть умение слышать, не слушать, как многие говорят, я тебя слушаю, но он слушает, но он не слышит. Вот умение услышать, что он говорит, это очень важно. Умение воспринимать, понимать, что партнер, может быть, не выразил, может он это хотел, но не выразил. И еще понять и дать понять партнеру, что вы все поняли, что говорит партнер. То есть да, 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 вот вы хотели вот именно вот это сказать, я вас прекрасно понимаю. Вот это мастерство коммуникации, коммуникабельности. Ну и умение, еще один важный момент, умение выравнять эмоциональное напряжение в беседе. Очень часто у нас бывает, когда мы беседуем с нашими партнерами, они чем-то недовольны, или с нашими клиентами, или с приглашенным, он начинает задавать кучу вопросов, вернее не вопросов, а взражения, взражать начинает. И вот тут баланс вот этот эмоциональный очень важно выравнять. Да, ой, как я вас понимаю, я с вами полностью согласен, ну знаете, потому что я был точно такой же, я задавал те же самые вопросы, мы с вами очень похожи, вот и мы выровняли вот этот баланс, так сказать. Ну, это правило, но это золотое правило, я думаю, понятно, это Нарек нас учит этому, да, что нужно всегда совершенствовать новые тенденции современного мира, 21 век в априори невозможно делать без совершенно новых взглядов, и одна из причин, почему наша компания преуспевает, почему наша компания тоже становится лидером на рынке, это то, что Нарек постоянно предлагает инновационные разработки, он постоянно предлагает инновацию, как в производстве продукта, то есть в самые современные разработки, как наш продукт производится. Так же и ведение бизнеса, он нам предлагает самый инновационный инструмент, как надо вести бизнес, да. Ну и я думаю, здесь проблем нет, как раз-таки компания нас этому обучает, у нас есть вебинары, у нас есть специальные школы, и здесь он молодец, спасибо нашему президенту. Четвертое правило, чтобы стать, чтобы вот этими навыками как бы обладеть уже, да, то есть вот эти 10 навыков, чтобы мы могли усовершенствовать, это тоже вот очень важный момент, да, тренируйте интуицию, я тоже не понимаю, а что такое интуиция, это вообще как, ну, лидер обязательно, обязательно нужно не только как бы ориентироваться, да, на опыт, опыт это хорошо, и знание, это да, это прекрасно, но он должен прислушиваться и еще ориентироваться на внутренний голос свой. Что такое интуиция? Это голос вашего духа, это внутренний голос, но вот как, как вот, бывает так, что вот именно интуиция всегда подскажет то, что легче сделать, быстрее сделать, и интуиция больше всего у вас, внутренний голос знает, что это вам нужно. Вот как, вот как научиться пользоваться этой интуицией, как пользоваться правильно, потому что интуиция действительно очень часто нас выручает преуспеет преуспевают те кто следует голосу духа идет след за интуицией главное самое главное когда мы говорим об интуиции вот на это самый главный момент который многим не хватает так когда мы говорим об интуиции он не просчитывает свою выгоду наперёд вот что нам часто мешает пользу воспользоваться вот этой классной вещи внутренним духом мы начинаем сразу наперёд просчитывать и забываем про свою интуицию и конечно же последнее правило 5 правило это вот тоже немножко такой знаете как спорно получилось у меня когда я готовил эту тему я все думала как а как я объясню вот это правило 5 оставайтесь индивидуальность не нужно копировать успешных людей а мы говорим нам у нас метод дублицирования да и вот джим ронга вот успешный человек меняет себя сам остальных меняет жизнь вот это очень мудрое выражение но как же быть никогда не копируете других людей оставайтесь а самим собой надо оставаться до всегда оставайтесь самим собой дэйвэл карнеги сказал и вот здесь я хочу немножко с вами как бы по обсуждать да учитесь у многих но не подражайте никому но здесь оговорка и она и нужно сказать нельзя в точности подражать кому-то нельзя копировать в точности кого-то да потому что люди все индивидуальны каждый человек это чудо природы нет нет мне тогда тоже в начале бизнес ассериал дурака ты незаменимая ты единственное счету природы и такого второго чудо природы нет никогда не забывай об этом ты потрясающий человек и не только я каждый в этой комнате чудо природы каждый в этой комнате потрясающий человек и если я захочу скопировать кого-то целиком я могу учиться у этих людей могу учиться у спонсоров я могу стараться дублицировать, я могу брать самое лучшее у этих людей. Безусловно. Безусловно. Но я всегда буду оставаться самим собой. Я всегда буду улучшать себя. Индивидуальность. Индивидуальность. Ты остаешься самим собой, позволяя внимание, друзья, измениться миру вокруг себя. Мы все индивидуальны. Мы все чудо природы, друзья. И мы все этот мир делаем чуточку лучше. Мы его меняем. Мы его делаем добрее, красивее, здоровее. Вы со мной согласны, друзья? Что-то я вас сегодня совсем не слышу, не вижу. А если вы со мной согласны, поставьте десяточки. Пожалуйста. Мы делаем. Мы чудо природы или нет? Мы делаем этот мир лучше. Мы все лидеры. Просто мы должны над этим поработать. Поработать, конечно, чтобы еще более усовершенствовать. Итак, подходим к завершению, друзья. Психология лидера – это психология сильная, независимая от чужих мнений личности. Но это само лидер. Да, понятно. Лидер – это человек, который может влиять на поведение других людей. Мы уже об этом говорили. Брать на себя ответственность. Как бы давайте подведем такое резюме сейчас. Брать на себя ответственность. И вести за собой команду. Но когда это все лидер хочет сделать, при одном условии. Люди целиком и полностью должны доверять этому лидеру. Вот. Если люди доверяют, он это все сделает. И будут люди идти. Он будет строить команду. Он будет брать. Люди должны доверять этому человеку. Лидерский потенциал. Помните, собственно, с чего мы начали? У каждого человека он есть. В той или другой степени. Но он у всех есть, я заверяю. Я заверяю сегодня новичков. Я заверяю сегодня приглашенных. Если вы сегодня в Project V, то лидерство в Project V обязательно вы добьетесь того, что вы будете лидером, если вы этого хотите. Лидер заложен в нас с рождения. Просто кто-то его развивает, а кто-то нет. Но если вы будете в Project V, если вы будете среди лидеров в Project V, вы обязательно будете усовершенствовать. Вы обязательно будете развиваться. И помните. Совершая... Помните, я хочу сказать, чтобы вот... Если вы хотите стать действительными, если вы хотите приобрести все эти качества, их усовершенствовать, что это прежде всего нужно не для того, чтобы вы утвердились каким-то начальником, стали каким-то боссом. Да нет. Если ради этого человек начинает это все делать, показать себя, какой я, да, вот... Пустое дело. Данная роль подойдет только тому, кто готов. Кто готов жертвовать собой. Вот... Вот... Жертвовать собой ради общего дела, ради общих интересов. Кто готов пожертвовать, как правило... Вот понимаете, вот это давно не каждому, к сожалению. Вот это... Это мешает многим людям пожертвовать собой ради кого-то. Максимально эффективно себя отдать команде. Можно ли стать лидером? С чего я начал? И теперь безусловно. Я просто вот как бы на сто процентов говорю, да, безусловно, можно. Но прежде, прежде, конечно, должны знать ради чего, ради зачем вы это делаете, почему, к чему вы стремитесь стать лидером. У настоящего лидера у настоящего лидера должна быть... У настоящего лидера должна быть способность открывать в людях лучшие качества. Вот это, наверное... Ну, это и есть наш бизнес. Когда мы приглашаем человека, мы говорим, мы доведем его до результата. Мы должны открыть в нем этого лидера. Тогда мы будем сами успешные лидеры. И тогда у нас будет большая команда успешных лидеров. Цель лидера... Вот тоже ошибку многие делают. И я делал такую ошибку. Не удержать посредника. То есть не удержать нашего человека, которого мы пригласили, а воспитать в нем лидера. А мы часто... Держи бы, он не ушел. Давай, давай мы его как-то вот так. Давай мы его удержим. Не надо его удерживать. Если он не хочет, пускай уходит. И как лидер, вы должны направлять людей, а не управлять ими. Ну, об этом я уже говорил. И в завершении. Истинный лидер не может рассчитывать на спокойную жизнь обычного человека. Еще раз. Истинный лидер не может рассчитывать на обычную жизнь, на спокойную жизнь обычного человека. Напугал? Последней фразой, да? Нет. Нет, нет, не напугал. Потому что это так и есть. Знаете, у нас есть очень хорошая фраза. Мы не такие, как все. Но мы хотим, чтобы все были такие, как мы. Да, мы хотим этот мир сделать лучше. Мы хотим, чтобы другие стали лучше. Поэтому мы не должны успокаиваться, как обычные люди вокруг нас. Мы не должны рассчитывать на эту спокойную жизнь, как у всех обычных людей. Это 80-90% которые ходят и мечтают. Мечтают, как бы быть здоровым, как бы помочь кому-то, как бы заработать деньги. И вообще, как эту жизнь сделать лучше. А мы это делаем, друзья. С чем я вас и поздравляю, друзья. Я благодарю всех сегодня за внимание. Я не знаю, насколько я сегодня смог донести вот эту тему философскую. Действительно, тема, она очень важная. Для каждого человека, кто хочет стать лидером, кто хочет построить команду. Я всем желаю стать лидером. Я всем желаю радости, энтузиазма, вдохновения. Вы всегда меня воодушевляете, когда я говорю с такими лидерами, как вы, друзья. Я тоже становлюсь немножко еще лучше, еще больше. Я сейчас себя начну хвалить. Ну что ж, я тоже работаю над своими навыками. Я тоже их усовершенствую. Ну и хочу сказать, что в следующий раз будет выступать человек, которого все уважают. Но этот человек, я не знаю. Я когда слушаю этого человека, мне хочется все бросить, бежать и покупать продукты, снова брать продукты из дома, открывать баночки и снова принимать этот продукт. Это человек, который действительно профессионал. Уже многолетним стажем. Это человек нутрициолог, 20-летний опыт. У него врача-терапевта. Прошло обучение. Это человек, который сегодня помогает тысячи и тысячи людям. Это консультант, это Тамара Пшеникова в чате. И каждый день, когда я читаю эти просьбы, обращения, я поражаюсь. Какая работоспособность, какая любовь у этого человека к продукту, какая любовь к людям и компании. Я просто с нетерпением буду ждать следующий четверг. Я всем советую, приглашайте побольше, побольше приглашенных, побольше людей, которые придут и послушают этого просто лидера, лидера мнения, Нину Васильевну Колесникову. А сейчас я еще раз хочу сказать большое спасибо всем друзьям, всем, кто сегодня был, за ваше внимание ко мне. И помните, что вместе мы силы, друзья. Всего доброго и до новых встреч. Спасибо, друзья. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.